Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем сегодняшнем вебинаре, посвященном теме НДФЛ. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта телефона, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если по какой-то причине вам не удалось или оказалось неудобное время проведения вебинара, то вы можете через некоторое время на нашем сайте посмотреть его уже в удобном для вас режиме, потому что мы выкладываем записи наших вебинаров и вы можете посмотреть не только эту встречу, но возможно вас заинтересует еще какая-то информация. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Вы видите тоже контактные данные, поэтому приглашаем вас и к сотрудничеству и к любым взаимодействиям по поводу программы семейства 1С. Программа нашего вебинара сегодня будет строиться таким образом. Вы видите на экране саму программу и мы будем с вами сегодня работать таким образом. Нормативную информацию я буду показывать на слайдах и мы будем с вами переключаться между демо-версиями, то есть мы будем смотреть сегодня и на конфигурации 1С ERP и на конфигурации 1С ZUB. То есть после того, как мы проговорили какие-то нормативные документы, мы с вами переключаемся. Сейчас я переключусь вот на конфигурацию ERP и мы уже ручками, так сказать, посмотрим, что можно сделать в программе и как необходимо решать какие-то задачи. Возвращаемся снова. Сейчас я немножечко подвину, чтобы было нам видно вот так. И возвращаемся, допустим, снова к нашим слайдикам. И если что-то нам нужно будет посмотреть дополнительно, мы можем с вами также перейти в конфигурацию ZUB и здесь тоже ручками попробовать потрогать, так сказать, и дальше. Итак, мы переключаемся снова на наш слайдик. То есть мы посмотрим, как отражаются какие-то операции конкретные по НДФЛ. Затронем немножко чек-лист по заполнению 6 НДФЛ. Ну и, собственно, по требованиям, которые предъявляются по проверке контрольных соотношений. Проговорим про коды. Ну и немножко дополнительной информации про отмену справок и дополнительные сервисы, которые есть в программах. Итак, до 2023 года, это я просто немножко напоминаю историю балета, действовал порядок, что при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщикам такого дохода признается последний день месяца, по которым был начислен доход. То есть мы ставили дата начисления НДФЛ всегда последним днем месяца. В этом году такой порядок уже не действует. И в этом году установлено пунктом первым статьи 223 Налогового кодекса. Фактическая дата получения дохода принимается дата ее выплаты. Ну и, соответственно, как следствие НДФЛ необходимо удерживать и при выплате аванса. Ну, соответственно, не только авансы, это могут быть любые межрасчетные выплаты, отпускные, ну, то есть, когда выплачиваются денежные средства сотруднику. Кто должен сдавать форму 6 НДФЛ за второй квартал 2023 года? Ну, на самом деле, здесь ничего не изменилось по сравнению с первым кварталом. То есть форма 6 НДФЛ – это у нас отчет налоговых агентов по доходу на физические лица. Сдает форму НДФЛ все, но не только работодатели. Агентские обязанности возникают при выполнении других облагаемых выплат. То есть, если, например, вы начислили дивиденды. Компании, которые имеют обособленные подразделения, отчитываются по форме 6 НДФЛ дважды за головной офис и за каждую обособку. Но что делать, если у вас нет облагаемых выплат? Вот нулевые отчеты по 6 НДФЛ в принципе не предусмотрены. Но для перестраховки, ну, как бы такой отчет сдать можно, и налоговая не имеет права его не принять. Ну, естественно, если он составлен без ошибок по соответствующим формам, под действующим на данный момент. То есть это, ну, скажем так, перестраховка, причем совершенно конкретно, но тем не менее имеет право быть. В этом году отчетность по НДФЛ во втором квартале такая же, как и в первом. И это новые бланки. По-прежнему отчет включает в себя титульный лист, два раздела и приложение, которое заполняется по окончании года. Изменения коснулись первого раздела. То есть в нем оставили только четыре строки. 0.21 и 0.24. Ну, это, собственно говоря, действовало с первого квартала, поэтому, скорее всего, уже вам знакомо. Еще одна такая информация, то есть какие у нас есть различия по уплате НДФЛ. То есть вы видите в табличке ссылки на нормативные акты, которые регулируют, ну и, соответственно, различия, как было до 23 года и как это теперь в этом году применяется. Ну, самое ключевое, естественно, самое нашумевшее, это дата получения дохода, когда вот то, что я говорила немножко раньше, когда мы считали по концу месяца или когда мы считаем по дате фактически выплаты. И, соответственно, когда удерживался налог в 23 году при окончательном расчете за календарный месяц, а сейчас у нас практически это действует с каждой выплаты. Ну, и ниже в табличке вы видите сроки перечисления НДФЛ. И вот здесь хочу еще отметить, что в этом году мы можем перечислять НДФЛ из собственных средств. Раньше такой возможности не было. И еще хочу рассказать про один достаточно интересный сервис. Это, в принципе, не связано с программами 1С, но это очень неплохой сервис, который позволяет проверить именно бухгалтерскую сторону вопроса. Это сайт налог.налог.ру. Он очень неплохо как бы составляет чек-листы при создании отчетности. То есть вы можете перейти, это сайт наш, российский, и, соответственно, проверить. То есть здесь, как вы видите, административные больше вопросы, но есть ссылки на нормативную документацию, на инструкции. И чисто с бухгалтерской точки зрения этот сайт очень может быть полезен, особенно в период сдачи отчетности. А теперь вернемся снова к нашим слайдикам. И еще немножко нормативной информации. Вы знаете, что с 1 января при расчете базы будут учитываться все налоговые базы в совокупности. И если у вас доход по всем налоговым базам сотрудника превышает 5 миллионов рублей, то в этом случае у нас начинает применяться ставка повышенная, 15%. И в 1С зуб в этом году из учетной политики исчез пункт выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале. То есть теперь такой расчет будет выполняться всегда по умолчанию. И также утрачивают свои силы все настройки начисления либо удержания НДФЛ в учетной политике организации. НДФЛ всегда будет исчисляться и удерживаться. Сейчас мы с вами перейдем к нашим демо-базам и посмотрим на примере учетной политики там и там. Я сейчас перехожу в ERP и просто немножко напомню. То есть у нас настройки, которые касаются организации, учетной политики, расположены в разделе НСИ и администрирования. Мы выбираем организации. Если у вас, например, мультифирменный учет, то у вас будет здесь видно, отражаться будет в журнале список ваших организаций. Ну вот, например, как в моем случае. Вот все мои юридические лица, которые в этой базе у нас созданы. И вот берем любую организацию и попадаем в карточку организации. Здесь у нас, видите, есть закладочки, которые нас в принципе на данном этапе не интересуют. Вот это адреса, регистрационные данные, учетная политика, закладочка, которая касается всей системы налогообложения и закладочка зарплаты и кадры. Это в том случае, если вы ведете учет заработной платы в этой конфигурации. В базе ERP у нас зарплаты и кадры полностью включают блок ZOOP-PROF, то есть максимальный функционал, который большинство организаций применяют. Если вы применяете ZOOP-CORP, то в этом случае лучше его применять отдельно и настроить обмен данными, потому что ZOOP-CORP позволяет работать с обособленными подразделениями, с госзаказами. Ну и есть ряд других функций, которые в ERP не присутствуют. То есть это расширенный функционал, если вы применяете такие, то есть если у вас есть такие виды деятельности, как, допустим, госзаказы и так далее, то лучше ввести в раздельных конфигурациях. И теперь переходим на нашу закладочку зарплаты и кадры. И у нас с вами, как видите, здесь есть много пунктов, куда можно провалиться, соответственно, и проверить, то есть ZOOP-CORP у вас учтено. Ну, районные коэффициенты, в принципе, если вы территориально, например, или какие-то другие у вас есть повышающие коэффициенты, просто проверьте. И если мы проваливаемся по ссылочке, то мы попадаем уже внутрь, так сказать, раздела и можем изменять настройки. Собственно, кроме НДФЛа, мне бы хотелось обратить ваше внимание на воинский учет. То есть сейчас воинский учет под пристальным вниманием находится, и поэтому проверки, активирован он у вас или нет. То есть в ERP есть разделы, которые требуют дополнительной активации, то есть функционал сохранен, он есть, но его необходимо активировать дополнительно. Ну, в этом случае по гиперссылке, вот изменить, мы проваливаемся в саму настройку, и здесь выбираем год, ну, например, 23-я поставила, ну, и, соответственно, это, скажем так, документы локальные нормативные акты, которые необходимы, необходимо так же, как штатное расписание, распечатать и утвердить соответствующим образом, то есть поставить печать, автограф директора и гордо подшить в папочку. Обратите внимание, что он автоматически формируется, но если у вас не заполнены или заполнены не полностью сведения об организации, то у вас останутся поля, которые вам придется дополнять ручками. Поэтому лучше, конечно, когда вы заполняете справочники, вы заполняете все максимально подробно, и все, что вы, так сказать, видите. Так, сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-базу зарплата, то есть вот зарплата и управление персоналом. Здесь у нас с вами немножко другая компоновка фактически нету. Так, подвинем сейчас вот эту штучку. Настройка. И вот у нас система, значит, в разделе настройки у нас с вами находится, средняя оба организации. И мы можем перейти и точно так же сделать необходимые настройки на закладочку «Учетная политика». Здесь у меня предприятие, которое имеет обособленное подразделение, то есть это центральное и это мои обособленные подразделения. Сейчас мы на слайдике снова с вами переключимся. И у нас вот такая картинка откроется, когда мы зайдем в предприятие. У нас есть вот такая закладочка «Учетная политика» и другие настройки. И, собственно, мы то же самое сделаем, что я вам только что показывала на примере ERP. Мы туда пойдем и проверим, все ли у нас соответствует. Во-первых, нашим идеалям сегодняшнего дня. Ну, а во-вторых, просто проверим, правильно ли у нас настройки выставлены. Это слайдик, то, что я вам показывала, что мы с вами смотрели на примере ERP. То есть, как видите, информация практически, функционал весь повторяется. Единственное, что немножко другая компоновка. Ну, и вот если мы выбираем, уже переходим, например, вот из этого раздела «Учетная политика», если мы переходим в нее, то у нас с вами будет вот такая картинка. То есть, здесь у нас будут возможности настроить страховые взносы, пособия. И вот закладочка «НДФЛ». Здесь вы видите красное выделение тех настройок, которые необходимо проверить. И вот в первую очередь показывают расчеты по прогрессивной шкале «НДФЛ». Это то, что я вам только что говорила, что с этого года вот эта настройка будет по умолчанию. То есть, не выбор, как сейчас, как был, а именно по умолчанию. Немножко еще нормативной, так сказать, информации. То есть, меняется срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ. Вот с НДФЛ, обратите внимание, что период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца – это период, который попадает под, так сказать, оплату. И оплата сейчас у нас и единый срок уплаты налогов, и единый срок сдачи отчетности. То есть, за период с 23 числа по 22 число мы должны оплатить не позднее 28 числа текущего месяца. Период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года. То есть, соответственно, уже не на следующий год, а в этом году. Ну и если нужно быть особенно внимательным, если у нас, например, 31 выпадает на праздничный день, то есть, мы берем последний рабочий день. И период с 1 по 22 января мы оплачиваем в обычном порядке, то есть, не позднее 28 января. Сроки подачи расчета 6 НДФЛ. Вот в этом случае, обратите внимание, вот на что. То есть, у нас квартальная отчетность, то есть, за квартал, полгодие, 9 месяцев мы сдаем не позднее 25 числа месяца следующего за соответствующим периодом. А за год мы должны подать расчет не позднее 25 февраля. Ну и в связи с переходом на единый налоговый платеж, соответственно, как я уже говорила, отменяется норма, которая запрещала налоговым агентам платить НДФЛ и собственно средств. То есть, сейчас мы можем это делать и, соответственно, деньги мы должны будем перечислять до удержания налога. С одной стороны, это достаточно удобно, но с другой стороны, надо быть внимательным. Следующий момент, на котором тоже хочется заострить внимание, это отражение удержанного НДФЛ в двух учете. И как это у нас будет тоже выглядеть в разных конфигурациях. Так, сейчас мы с вами переключимся на демо-базу зарплата. Зарплата. Это я закрою, потому что нас сейчас это уже не интересует. В один момент. И сделаем, подвинем. Вот так вот. И здесь нас будет интересовать уже другой раздел, то есть у нас будет зарплата. И сейчас я вернусь снова на наш слайдик. Значит, раздел зарплата мы выбираем. И в разделе зарплата нас будет интересовать раздел бухучет и отражение удержанного НДФЛ в бухучете. Бухучет, отражение зарплаты в бухучете и отражение удержанного НДФЛ в бухучете. То есть в этом случае мы с вами попадаем в вот такое меню. Если у вас мультифирменный учет, то вы, соответственно, будете выбирать нужное вам ваше юрлицо. Если в первоначальных настройках у вас не предусмотрено введение нескольких юрлиц, то здесь у вас будет отражаться сразу ваша организация. И, соответственно, через кнопочку создать мы с вами можем уже вводить конкретную информацию. Ну, естественно, здесь в шапочке заполняем текущие данные. И здесь по кнопочке заполнить у нас будут отражены те настройки, которые вы давали для операции. То есть по кнопочке заполнить сюда будет подтягиваться информация, которую вы уже внесли по первичным документам. Сейчас снова переключаемся на слайдики. Это мы с вами посмотрели, как на практике должно происходить. И вот на что хочу обратить внимание. То есть в зубе у нас начисление зарплаты и взносов. Ну, как бы проходит по одной операции. Так, выбираемся снова сюда. Этот слайдик мы с вами закрываем. И обращаемся снова в меню зарплата. Отражение меню раздела «Бухучет» позволяет нам и посмотреть, и отредактировать соответствующие разделы. И сейчас нас с вами будет интересовать другой пункт начисления заработной платы и взносов. Но перед тем, как мы туда переключимся, я хочу обратить ваше внимание вот на что. То есть у нас и в зубе, и в ERP в этом разделе есть вот такой вот небольшой блок. То, что выделено жирным текстом. И, собственно говоря, интересовать нас будет сервис 1С кабинета сотрудника. И, собственно, интересовать он нас с вами будет вот по какой причине. Кабинет сотрудника – это сервис, который позволяет, ну, во-первых, немножко разгрузить и бухгалтера, который занимается начислением, то есть снять нагрузку с бухгалтерии. А, во-вторых, этот сервис позволяет сотруднику просматривать, например, и распечатывать самостоятельно справочки те же два НДФЛ, которые бывают часто нужны. Ну, и получать другую информацию. Например, расчетные листки смотреть, которые по его заработной плате можно сформировать. Более подробно про сервис можно почитать по гиперссылке. Ну, и, собственно говоря, для того, чтобы его запустить, здесь ничего особо не нужно делать, кроме того, что настройки вот здесь должен быть указан адрес. То есть, видите, поля, которые имеют вот такое подчеркивание пунктирное красной линии, это поля обязательные к заполнению. Если вы их не запомните, то программа не даст вам записать этот раздел. И, собственно говоря, все вот эти вот пункты вы можете по гиперссылочкам туда провалиться, чтобы подключить, достаточно потом нажать вот эту кнопочку. То есть, чаще всего возникающий вопрос, то есть, расчетные листки и НДФЛ, ваш сотрудник может посмотреть вот таким образом. Такой блок предусмотрен и в ЗУПе, и в ЕРПе. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам и раздел «Начисление зарплаты и взносов». Ну, допустим, будем смотреть на примере ЗУПа. Так, сейчас вернемся в раздел «Зарплата» и «Начисление зарплаты и взносов». То есть, здесь у нас, я не буду тратить время, чтобы сформировать новые, я просто открою уже созданные старые. Открываю я старые только для того, чтобы показать форму и что у нас здесь с вами есть. Достаточно много закладочек, на которых можно проверять, посмотреть, все ли у нас учтено, все ли мы проданного сотрудника внесли в систему. И дальше мы видим с вами начисление зарплаты, удержания, то есть, это чаще всего, которые у нас заданы. И вот если таким образом, то мы можем перейти по загладочке «НДФЛ» и просмотреть, соответственно, начисления, которые у нас были, чтобы потом можно было проверить в отчете, все попадает, не все попадает. Ну, собственно, это не новый функционал, не новый алгоритм. Это уже применяется достаточно давно. Это мы просто немножко с вами вспомнили, что это такое. И возвращаемся к слайдикам. То есть, у нас при начислении зарплаты мы должны использовать загладочку начисления и здесь, соответственно, заполнить и установить планируемую дату выплаты. Это информация, которая у нас будет попадать в отчет 6 НДФЛ, ну и, в принципе, в платежный календарь, ну и так далее. Достаточно много мест, где нам потом дата выплаты может пригодиться. С 2023 года в ЗУП «Ведомость на выплату», то есть «Ведомость на выплату» мы делаем после начисления, нужно делать на основании начисления. То есть раньше авансы мы могли задать фиксированные суммы, ну, например, там 3 тысячи, 5 тысячи и так далее. Или процент от оклада или от тарифа. Сейчас, в этом году, у нас такой возможности не будет, потому что с таких авансов раньше НДФЛ не исчислялось и не удерживалось. А сейчас, поскольку мы должны НДФЛ удерживать со всех выплат, то мы должны использовать в качестве аванса расчет за первую половину месяца. Соответственно, если мы используем с вами расчет за первую половину месяца, дополнительные настройки нам никакие не нужны. И, значит, в этом случае необходимо проверить все начисления. Это настройки, начисления и галочки. Чтобы была проставлена галочка, начисляется за первую половину месяца. Сейчас мы с вами снова перейдем в зуб и посмотрим. Зуб. Сейчас я разверну, чтобы было лучше видно. Так, вот так. Настройки. Начисления. И здесь мы, значит, с вами выбираем оплату за первую половину месяца. Так, снова возвращаемся к нашим слайдикам. И я напомню, что в этом году, чтобы начислить аванс, мы заходим в документ зарплаты, все начисления. Начисления зарплаты за первую половину месяца, как я уже сказала. И здесь мы устанавливаем дату, соответственно. Я показывала выделение на слайдике, когда мы планируем выплату. И в этом случае обратите внимание вот на что. Что суммы, которые мы в документ такой введем, у нас попадают только в налоговые регистры. Ну и спецрегистры для авансов. В расчетный листок и в свод попадет только сумма после окончательного расчета заработной платы. С 2023 года, независимо от того, что у нас стоит на стройках учетной политики по НДФЛ, налог будет удерживаться и при выплате аванса. Это то, что мы с вами уже сейчас посмотрели, так сказать, на примере. И дальше, что хотелось бы сказать. То есть, на самом деле, в остальном, заполнение, порядок заполнения 6 НДФЛ остается прежним. То есть, в первом разделе мы отражаем сведения за отчетный квартал. Во втором разделе приводятся данные за отчетный год. И приложения, то есть, конкретные справки НДФЛ прилагаются по окончании года. То есть, если мы сдаем отчетность 6 НДФЛ за второй квартал этого года, ну, первое, что необходимо, это проверить инспекцию, туда ли вы подаете. Потому что, если у вас есть обособленные подразделения, то, соответственно, вы должны подавать расчет в налоговую инспекцию, где стоит на учете обособка ваша. И для 6 НДФЛ у нас с вами сейчас предусматривается возможность сдавать отчетность в двух форматах. То есть, если у вас заработная плата выплачивалась не более, чем 10 сотрудникам, то вы имеете право сдать бумажный вариант. Если у вас 11, ну и, соответственно, больше человек, то отчетность сдается только по электронным каналам, только цифровой вариант для вас доступен. И здесь еще обратите внимание, в этом году действует введено новое положение по штрафным санкциям, и если вы выбрали неправильный формат, то в этом случае вам придется заплатить штраф. Штраф предусмотрен в размере 1000 рублей за предоставление информации в неверном формате. И, соответственно, ну, в первую очередь штрафы возникнут, если вы подали бумажный отчет, например, на 15-20 человек. Ну, электронный документооборот, это, в принципе, сейчас очень получил большое распространение, много, скажем так, где применяется. И, кроме того, что у нас электронный документооборот применяется при работе с кадрами, то есть практически к ЭДО знакомо уже очень-очень многим, то, соответственно, и другие есть разделы, которые в этом году переводятся на электронный документооборот. Ну, во-первых, это касается грузоперевозок. То есть на что здесь нужно обратить внимание? Проверьте, пожалуйста, перед сдачей, перед формированием отчетности за полугодие все-таки настройки вашей учетной политики. Потому что кроме воинского учета туда необходимо добавить, если вы переходите на электронный документооборот еще в каких-то разделах вашего бизнеса. То есть это все надо прописать в учетной политике. Можно новую учетную политику выпустить, можно утвердить изменения в уже действующую учетную политику. Еще про что хотелось сказать. То есть НДФЛ у нас как бы достаточно много сервисов и комментариев на эту тему. По сравнению с первым кварталом, который вот только что практически отчитались, каких-то революционных изменений у нас не произошло. Но вот по воинскому учету еще раз обращаю ваше внимание. То есть если вы не ввели, например, его, то есть возможность срочно-срочно справиться. Вот. И по воинскому учету, вот еще на что надо обратить внимание, поскольку ответственность за организацию воинского учета у нас лежит на руководителях, то, соответственно, и штрафные санкции могут применяться и к организации, и к руководителям. Есть одна тонкость. ИПшники-работодатели, если у ИПшников есть наемные работники, в нормативных документах по воинскому учету на данный момент не указаны. И, соответственно, вроде как такая неприятная лазейка, что ИПшники должны отчитываться по воинскому учету. Но на самом деле здесь сейчас достаточно много было тоже изменений, и внесены новые, скажем так, инициативы законодательные, что сейчас будут применяться и электронные повестки, и, соответственно, рассылка по другим мероприятиям воинского учета. Поэтому лучше это заранее проверить и обратить внимание вот на что. Сейчас мы с вами снова переключимся на, ну, например, на ЕРП. Вот. И интересовать нас будет блок кадрового в кадровом учете. Вот у нас есть здесь воинский учет. Вот так, сейчас мы на нашу ЕРП переключимся. Вот. Я уже обращала внимание, что когда мы карточку организации открываем, у нас здесь есть раздел воинский учет, и мы его, если активировали, то есть если у нас есть воинский учет, то в разделе кадры у нас с вами тоже появляется блок воинского учета. Видите, вот здесь вот воинский учет у нас вот так вот выглядит. А если мы с вами переключимся в зуб. Так. Вот он, зуб наш. Вот у нас раздел кадры. Сейчас подвинем немножечко, чтобы было видно. Так вот. То у нас здесь вот тоже есть блок воинского учета. Но, видите, здесь у нас немножко функционал отличается. То есть вот два пункта такие же, как у нас присутствуют и в ЕРП. А это выведено сюда в общий раздел. Другие документы в ЕРП они тоже есть, но другая компоновка. То есть, видите, сведения о приеме, переводе и увольнении для военкомата. Это сведения, которые у нас отражаются в бывший отчет СЗВТД. Сейчас это ЕФС-1. То есть, это у нас информация, которая сопровождает кадровые мероприятия. То есть, приемы на работу, увольнения, перемещения. Ну, то есть, все кадровые мероприятия. Если в ЕФС-1 мы должны включить это на следующий день, то есть, в отчет отправить на следующий день. То есть, заполнить соответствующий раздел. Не полностью весь ЕФС-1, а только соответствующий раздел. То для воинского учета мы подаем отчет в военкомат, то есть, в Немного инспекцию. И подаем раньше, в начале года, еще было в течение двух недель. А практически вот сейчас последние изменения. Это срок до пяти дней. И, собственно говоря, функционал такой же, но немножко по-другому скомпонован. Обратите внимание именно на это. Снова переключаемся на наши слайды. Так. И здесь у нас идут настройки воинского учета. То есть, именно конкретно, что ваше предприятие будет учитывать при составлении отчета. И смотрите, какая у нас получается интересная здесь картинка. Это, вы видите, слайдик по ЕРП. Сейчас мы туда и переключимся. Вот, по ЕРП. Так. То есть, это мы в первоначальные настройки заходим. И здесь у нас есть, попутно пока проходим мимо, обратите внимание, что еще настройка штатного расписания. Про нее тоже нужно вспомнить и сходить проверить, что у вас здесь есть. Шли мы в воинский учет и чуть не ушли мимо из-за штатного расписания. То есть, когда мы с вами активировали блок, то вот здесь вот мы ставим чекбокс, то есть это вот эта зеленая галочка, что мы ведем воинский учет. В этом случае у нас активируется один отчет, одна форма отчета. Но нам еще нужно учитывать, может быть, у вас есть, например, сотрудники, которые по специальности попадают под бронь. В этом случае мы ставим вот здесь чекбокс, отметочку. И эта отметочка нам сразу добавляет еще два отчета. Переключаемся снова на наши слайды и чуть-чуть назад вернемся. Вот. То есть, если мы поставили первую галочку, что ведется воинский учет, то в этом случае у нас добавляется отчет по форме номер 18. Если мы проставляем вторую отметочку, то есть по бронированию, то у нас добавляются еще два отчета по форме номер 6 и по форме номер 19. И, соответственно, при этом нам надо связаться с военкоматом и уточнить, используют они общепринятые формы отчетов или военкомат может использовать утвержденные локальными властями формы. То есть в конкретной местности местные законодательные органы имеют право использовать собственную форму. Ну, естественно, сохранение всех реквизитов и так далее. То есть, если вы выяснили, утвердились в мнении, что используются стандартные формы, то, соответственно, их можно из 1С использовать. Формировать, вернее, извините, неправильное слово сказала. Ну, и здесь я уже показывала, если мы с вами в разделе учетной политики, на закладочке зарплаты и кадры, у нас с вами вот так отражается блок. Если мы по кнопочке изменить и заходим, то вот они наши, мы уже смотрели это на демоверсии. Два документа, которые требуются распечатать, заполнить ручками то, что схалтурили при заполнении реквизитов, заверить печатью руководителя, печатью и подписью руководителя, ну и торжественно подшить в папочку для проверяющих. Еще один момент – это штрафы. То есть, как вы знаете, штрафные санкции, ну, в отчетных форумах введено много, и, соответственно, у нас возникает и ужесточение штрафных санкций. Ну, собственно говоря, сейчас очень много тоже внимания уделяется персонифицированным данным, персонифицированному отчету. И воинский учет не прошел мимо, то есть тоже вы видите на экране, какие виды отчетов по воинскому учету предоставляются, в какие сроки, то есть это вот то, что мы с вами сейчас только что проговорили. И документы, которые регулируют это предоставление, эти, порядок предоставления этой отчетности. А вот теперь мы перейдем к штрафным санкциям за персонифицированные отчеты. Вот здесь у нас тоже есть изменения, но эти изменения действуют с начала года, то есть с 1 января. Скорее всего, они вам уже знакомы, потому что это не изменения, которые будут во втором квартале, а, так сказать, уже действующие. По персотчетности, если вы не сдали или неправильно сдали с ошибками, сведения по сотрудникам, то штраф в 500 рублей, так же, как в прошлом году, то есть сумма не изменилась. 500 рублей за каждого работника. А вот со сроками здесь есть небольшое послабление, если можно так сказать. В прошлом году мы должны были в течение 10 календарных дней отреагировать на полученные требования от пенсионного фонда, если были предъявлены штрафные санкции. В этом году у нас есть 20 календарных дней. И есть еще одна преференция. Это в случае, если мы уплачиваем штраф до истечения этого периода, то есть укладываемся в 20-дневный срок, то в этом случае, так же, например, как при предъявлении штрафов от ГИБДД, мы можем заплатить 50%, то есть только половину от начисленного штрафа. И освобождение от ответственности, то есть вообще без применения штрафных санкций, у нас с вами дает возможность, если у вас либо налоговые органы, либо вы самостоятельно обнаружили какие-то ошибки в расчетах, то в этом случае обратите внимание на срок 5 рабочих дней с даты получения уведомления. То есть налоговая может прислать вам уведомления с требованием устранить ошибки, если они там какие-то ошибки обнаружили, или неточности. И, собственно говоря, если вы за 5 дней успеваете это делать, то в этом случае от штрафных санкций вы будете освобождены. Но вот здесь нужно помнить про то, что, так сказать, ритуал подачи уточненки достаточно давно уже действует, извините, действующим. Таков, то есть если вы получили требование, вы быстренько готовите либо пояснение, либо исправление, ну зависит от того, о чем было требование. И если в результате исправления ошибок у вас оказалась сумма к доплате, то есть в бюджет организовалась недоимка, то вы должны сначала уплатить, а после этого подавать отчет. Ну, либо корректировочную отчетность, либо пояснение. Если вы сделаете наоборот, то есть сначала пошлете отчет, а потом будет оплата, то в этом случае штрафных санкций избежать не удастся. И еще один момент, это в этом случае уже на самом деле неприятный. Действует это положение достаточно давно, но в этом году в связи со всеми нашими предприятиями, с ретурбациями, в общем-то, много штрафных санкций именно связаны вот с этим постановлением. Еще в 2021 году, то есть это уже два года назад, введен в действие перечень, когда, перечень обстоятельств, когда ваша отчетность, отправленная по всем правилам, то есть в нужные сроки, в нужную налогу, без всяких нарушений, может быть признана налоговая, не предоставленная соответствующими всякими карательными санкциями, то есть и блокировка счетов, и внесение во все черные списки, которые есть. То есть на самом деле это федеральный закон 374. Налоговый орган праве признать вашу отчетность, то есть либо декларацию, либо расчет, не предоставлены, если при камеральной проверке выяснилось хотя бы наличие одного из условий, то есть налоговая декларация или расчет подписан неуполномоченным лицом. Здесь обратите внимание, это связано и с машиночитаемыми доверенностями, и с тем, что КЭП выпускает сейчас только налоговая инспекция. То есть если у вас, например, делегировано право подписания отчетности не руководителя, а другому сотруднику, например, главбух или финансовый директор, то в этом случае на него должна быть либо оформлена подпись, то есть полностью в установленном порядке выпущенная, либо машиночитаемая доверенность. То есть это с этого года тоже сильно получило широкое распространение. Если налоговые декларации или расчеты подписаны дисквалифицированным физлицом, и срок дисквалификации на тот момент, когда он подписывал отчетность, еще не стек. Ну, совершенно, конечно, мошеннический вариант. Это если подписана отчетность физлицом, когда имеется зарегистрирована информация о смерти данного физлица. В отношении руководителя, подписавшего отчет, внесена запись в Игрюл о недостоверности сведений про него. И запись эта появилась раньше, чем он подписал отчетность. Вот это, к сожалению, очень распространенная ситуация. То есть, например, руководитель поменял паспорт по возрасту или в связи со вступлением в брак. То есть, в этом случае кадровые службы могут и не знать о том, что произошла смена паспорта. И не подавались об этом сведения в Игрюл для изменения. Вот в этом случае, во-первых, все последствующие, так сказать, неприятности, то есть, блокировка счета, внесение в черные списки и так далее, ну и, собственно, это предполагает, что придется приложить достаточно много усилий, затратить время на то, чтобы внести изменения в Игрюл, за то, чтобы были исключены из всяких черных списков и так далее. Ну, если в отношении самой организации налогоплательщика внесена запись, что юрлицо прекратило свою деятельность. Ну, то есть, неважно, либо была реорганизация, либо она была ликвидирована, ну, то есть, без разницы, каким образом запись о прекращении была внесена. Ну, и самый часто встречающийся случай – это предоставление декларации по НДС, если обнаружено расхождение с контрольными соотношениями. Ну, вы помните, что НДС у нас сейчас только в электронном виде подается. И то, что касается напрямую заработной платы и налогов, это если содержатся ошибки в расчете по страховым взносам. То есть, соответственно, часто возникают ошибки из-за неправильного округления, особенно если численность большая, то здесь могут возникнуть ошибки в указании итоговых сумм и конкретных персоинфицированных начислений. Еще хочется показать несколько моментов. Мы с вами сейчас снова переключимся на конфигурацию и посмотрим на примере и зарплаты. То есть, мы с вами уже смотрели личный кабинет сотрудника. Ну, вот сейчас еще переключимся на ERP. Так, это мы закроем, это нам уже не надо. И это нам тоже не интересно. Так, а интересовать нас будет вот какой момент. Мы переходим в раздел, например, кадры, да. И вы видите, здесь у нас абсолютно такой же интерфейс, как мы смотрели в зупе. И вот у нас сервис 1С Кабинет Сотрудника. Кроме этого сервиса, где звучит слово Сочетание Кабинет, есть еще один раздел, где тоже присутствуют кабинеты. Это у нас с вами находится в разделе, где мы формируем отчетность. Это у нас раздел Регламентированный учет. И вот видите, у нас есть блок 1С Отчетность. Абсолютно такой же блок у нас имеется и в зупе. Сейчас мы туда переключимся в зуп. Так. Сейчас, один момент. Вот видите, у нас есть раздел 1С Отчетность. Если мы сюда заходим, сейчас откроется. Мы попадаем с вами в раздел Отчетов. То есть это у нас журнал отчетных форм, которые мы формировали, сдавали. Видим здесь вот отражение статуса. То есть сдано в работе или подготовке. И точно такой же блок. То есть функционал абсолютно идентичен. У нас с вами присутствует в нашей ERP. То есть вот 1С Отчетность. Это и название блока, и название дополнительных сервисов. Дополнительного сервиса. В чем суть, когда мы с вами заходим, ну, например, вот так вот сейчас делаем. То есть 1С сама себя похвалит. Ага, вот. И, во-первых, здесь есть более подробное описание этого сервиса. Можно по ссылочке его посмотреть. И подключиться достаточно просто. Но на самом деле смысл этого сервиса в том, что отчетность из вашей конфигурации 1С напрямую может выгружаться на сайт налоговых органов, например. Ну, то есть прямой обмен с фискальными органами, минуя оператора электронных каналов отчетности. То есть это у нас, например, СБИС плюс, Астрал, Контур. Ну, то есть минуя, так сказать, промежуточное звено. Это позволяет, во-первых, сэкономить время при переписке. Вы как минимум один день экономите на том, что делает сейчас оператор электронных каналов отчетности. Так, и мы это закроем. Нас это пока не очень интересует. А интересует нас с вами сейчас вот эта линейка. Вот, видите, отчеты, уведомления, письма, ну и так далее. И я сейчас повторю то, что я сделала. И это рекламентированный отчет. Вот, видите, у нас блок содержит дополнительные подразделы. То есть это переписка, получение уведомлений, сверки, игрюл. И вот у нас здесь есть пункт личные кабинеты. То есть если мы переходим из общего меню, то мы сразу попадаем в личные кабинеты. Но когда мы открываем журнал регламентированной отчетности, вот верхняя линейка, как вы видите. Так, программка себе еще раз хвалит, какая она умная. Вот у нас тоже есть личные кабинеты. Что нам здесь важно? То есть здесь, на самом деле, эти личные кабинеты, когда мы переходим, мы попадаем либо на сайт налоговых органов, ну вот сейчас, например, возьмем вот так вот. То есть один раз нужно зарегистрировать вашу организацию на, по такой ссылочке, например. И в последующем вы можете напрямую на сайте смотреть данные, ну, например, про ваше предприятие, про переписку, про требования. Ну, то есть тысячи только и нет, вы видите его в режиме онлайн, все, что происходит. Переключиться, подключиться очень несложно, зарегистрировать можно вот по этим ссылочкам, как видите. Вот так вот. И такая же ссылка можно получить по ИП. И фонд наш сейчас объединенный, то есть то, что раньше было ФСС, тоже вот у нас сейчас объединенный фонд. Это личный кабинет, работа с электронными листками нетрудоспособности, соответственно, подтверждение вида экономической деятельности. Ну, в общем, все соцвыплаты и соцналоги. И обратите внимание еще на один пункт, который вроде как не очень корреспондирует с нашей сегодняшней темой, но тем не менее штрафные санкции. Статистика. В этом году, в начале года, в релизах от начала года, было достаточно много новых форм отчетности по статистике, которые ввели с этого года. Перейти на портал статистики и проверить по вашему ИНН, под какую вы попали в выборку, то есть какие дополнительные отчеты вы должны сдать. Очень просто, через портал. То есть вы здесь никогда не ошибетесь и ничего не потеряете, потому что прямые сведения, так сказать. Но поскольку с этого года статистика имеет, точнее не имеет, а начала применять штрафные санкции, то эта информация, в общем-то, очень актуальна. Про то, что статистика имеет право штрафовать организации за несдачу отчетности или за несвоевременное предоставление отчетности, муссировались, так сказать, не слухи, а информация уже достаточно давно, но на практике это не применялось. С прошлого года статистика начала применять реальные уже штрафные санкции и за первичное нарушение сроков ответственность предусмотрена до 70 тысяч рублей. При повторном правонарушении по отчетности именно штрафы могут быть увеличены до 150 тысяч рублей. Ну и согласитесь заплатить 70 тысяч за то, то, что не нашел 10 минут сбегать на сайт и проверить, какие отчетности вам нужно сдать, будет очень обидно. Так, сейчас мы из этого режима выйдем. И вот про что еще хотел сказать. Так, вернемся к нашим слайдикам. Вот. И, знаете, Тулин, здесь сейчас с вами вернемся. Собственно говоря, вот дополнительные сервисы, которые у нас есть и которые затрагивают те же НДФЛ, ну в первую очередь это интересен нам личный кабинет в налоговых органах, потому что на самом деле большинство штрафных санкций возникает из-за несвоевременной сдачи, а объявления вашей отчетности не предоставлены именно по этим ведомствам. Ну и я хочу вернуться к, к сожалению, наше время уже вышло, я хочу вернуться к титульному листу и, соответственно, напомнить вам наши контакты. Это наши телефоны, электронную почту, телеграм-контакты. И будем очень рады сотрудничеству. Мы выполняем весь спектр операций, которые связаны с программным обеспечением 1С. Так что милости просим. На этом компания Кодерлайн благодарит вас за уделенное нам время, за проявленный интерес. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго. Хорошего вам дня.